итак здравствуйте друзья сегодня среда на 2 июня и давайте с вами посмотрим на графике еврофунта разберем торговые долги которые вчера у нас были и в целом поговорим о дальнейшей перспективе движения этих валютных инструментов вчера нас ожидались важные данные по инфляции в еврозоне ожидались у нас важные данные по активности в производственном секторе стран еврозоны и в целом если посмотреть на них то они оказались достаточно хорошие оказались многие показатели лучше прогнозов экономистов инфляции в общем подскочила общая инфляция подскочила годовая до уровня 2 процента что является целевым значением евроиско-центрального банка и в обычные времена это свидетельствовал бы о том что необходимо повышать процентные ставки но пока это это дело не собираются вперед забегать никто не хочет и видим что на этом фоне на фоне хороших данных вчера я обращал внимание на уровень 2220 и достаточно много на нем было образовано ложных пробоев и сигналов хороших на открытие длинных позиций если в первой половине дня мы прошли порядком там 20 пунктов вверх после образования сигнала то уже во второй половине дня у нас произошел достаточно мощный выход более 35 пунктов вверх и затем уже данные по активности в производственной сфере сша которые также оказались лучше прогнозов экономистов ограничили восходящий потенциал и вернулась пара назад на уровень 2220 в районе которого продолжает торговаться и сегодня день был достаточно интересный и как поведете европейской валюты дальше поговорим немного позже сейчас давайте разберем те сигналы которые были образованы по британскому фунту там также было у нас все очень и очень интересно первый ложный пробой был у нас образован на уровне 42 16 видим от него мы прошли порядка там 20 пунктов 18 и на этом все закончилось несмотря на то что у нас данные были по активности производственном секторе великобритании достаточно неплохие но не дотянули они до ожидания экономистов и после выхода этого отчета видим у нас фунт провалил уровень 42 16 и давление очень серьезно возросло не было к сожалению нас обратного обновления этого диапазона снизу вверх для формирования сигнала на открытие коротких позиций и после стремительного движения вниз и обновления поддержки 41 69 где я вчера рекомендовал открывать длинные позиции на отскок произошло у нас формирование хорошего сигнала на опять же открытие длинных позиций и коррекция в 20 пунктов произошла что в принципе совпало с торговым планом который я вчера я рассказывал затем у нас произошла неудачная попытка закрепления ниже диапазона 41 69 возвратный этот уровень тестов с обратной стороны снизу вверх что образовало еще один сигнал на открытие длинных позиций но к сожалению более крупного роста и возврата на уровень 42 16 мы так и не увидели что указывает на сохранение медвежьего рынка по британскому фунту и вполне возможно сегодня давление на эту пару сохранится давайте посмотрим экономический календарь и в целом разберем дальнейшие перспективы движения этих торговых инструментов видим что сегодня в первой половине дня у нас публикуются данные по объему розочной торговли за апрель ожидается ее резкое сокращение в германии это будет медвежьим сигналом для европейской валюты в продолжении нисходящей коррекции по великобритании ничего у нас интересного не выходит кроме данных по кредитованию вряд ли они окажут какое-то существенное влияние на британский фунт но индекс цен производителей ожидаемо может оказаться лучше прогнозов экономистов в апреле что придаст уверенность европейской валюты но как мы вчера видим реагировали мы на общую инфляцию особой поддержки евро это не оказало поэтому и рассчитывать на этот индикатор сегодня не приходится в первой половине дня ближе к середине выступят у нас представитель европейского центрального банка ну и завершить день выступления президента европейского центрального банка кристин лагард посмотрим как она реагирует на вчерашнюю инфляцию какие будут делать прогнозы относительно программы сокращение покупки облигаций скорее всего что летний период их неоднократно отмечал будет затишье по этому вопросу все будут ждать данные как экономика восстанавливается уже после отмены полного локдауна экономики к чему она придет осенью этого года от этого и будет зависеть дальнейшее направление денежно-кредитной политики европейского центрального банка из экономических данных по сша ничего нас интересного не выходит выступают нас представители федеральной резервной системы но в целом это может все оказать поддержку американскому доллару по которой который будет дальше укрепляться против евро не британского фонда теперь давайте посмотрим на техническую картину пара видим что вчерашнюю поддержку 2220 мы размазали поэтому пришлось немного пересмотреть этот уровень его и скорректировал и сейчас он составляет 2213 на него и будет сделан весь основной акцент если мы пробиваемся ниже этого диапазона остаемся мы видим вот в таком широком боковом канале ничего быки не сумели вчера сделать на максимумах 2240 2250 это плавающее такое сопротивление за пределы этого канала мы не можем выбраться и уже с 19 мая этого года поэтому середина канала 2213 прорыв тест этого уровня снизу вверх прямой сигнал на продажу евро и в таком случае можно рассчитывать на возврат 21 82 даже 2177 где-то вот в этот диапазон это первое первая область где быки попытаются как-то себя проявить и отсюда можно смотреть длинные позиции с коррекцией 15 20 пунктов внутри дня либо тогда уже если рост евро было падение евро будет очень крупным то рекомендует отложить длинные позиции сразу насколько от уровня 21 34 с той же целью 15 20 пунктов внутри дня если все-таки быки сумея защитить уровень 22 13 формируете сложный пробой а данные по еврозоне нас хорошо удивят то в таком случае можно рассчитывать на открытие длинных позиций и пробой уровень 22 49 только тест его сверху вниз сформирует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций и тогда мы можем рассчитывать на 22 83 и 23 13 от этих уровней продажи сразу насколько с той же коррекции 15 20 пунктов внутри дня теперь что касается британского фунта здесь у нас ситуация видим принципе аналогичная есть нас поддержка 41 42 если мы здесь на ней формируем ложный пробой то сигнал на покупку и быков у быков будет первостепенной задачей это прорыв закрепления выше сопротивления 41 88 только тест этого уровня сверху вниз проторговка на нем после закрепления приведет к образованию дополнительного сигнала на открытие длинных позиций и ждем возврата фунта на максимум 42 41 ну и рассчитываем на обновление 43 10 но к такому резкому движению фунту приведут лишь реальные заявления представителей банка англии о том что все таки они собираются пересматривать денежную кредитную политику если мы такой активности не увидим фунта не увидим мы никого на поддержке 41 42 то закрепление ниже этого диапазона т снизу вверх это сигнал на продажу и жду возврата на 41 02 40 56 от уровня 41 02 можно посмотреть длинные позиции в расчете на ту же коррекцию 2 с 25 пунктов внутри дня но если быстрого движения вверх от этого диапазона не происходит то рекомендую отложить покупки только на отскок от уровня 40 56 опять же с той же коррекцией 20 25 пунктов внутри дня всем удачи